Привет, друзья! В этом видео расскажу про все способы пополнить свой баланс на бирже Bybit. Рассмотрим прямое пополнение с вашей банковской карты в любой валюте, перевод в криптовалюте с другого кошелька, либо другой криптобиржи, перевод денег от других пользователей Bybit. Вообще, вы должны понимать, что когда вы заведете деньги в криптовалюту, вы, по сути, освободите эти деньги от банков и тех обязательств, которые накладывает на вас финансовая система. Потому что вы можете переехать через границу и вывести деньги в любую другую страну, в любую другую валюту, куда угодно вас сейчас бросит с криптовалютой, вы можете где угодно в любой стране выжить, потому что вы можете вывести эти деньги на карту любого банка в местной валюте любой страны. Не говоря уже о том, что в большинстве стран есть криптообменники, где вы можете наличные получить за вашу криптовалюту. И для многих стран и многих людей, которые куда-то ездят, либо уезжают, либо путешествуют, криптовалюта является сейчас чуть ли не единственным источником, хабом, через который они переводят деньги. Потому что через границу можно перевести максимум в 10 тысяч долларов, а перевод между странами может занять долгое время. Большие комиссии, большие вопросы об происхождении средств и так далее. Здесь всего этого нет. Если вы еще не зарегистрированы на Bybit, то переходите по ссылке в описании, по ней вы получите доступ в наш закрытый торговый клуб. У нас нет никаких платных продуктов, мы ничего вам не продаем, ни там, ни здесь. У нас есть просто доступ в закрытый торговый клуб с большим количеством полезной информации и нашими реальными сделками, где наши трейдеры делятся своими входами в позиции. Вы можете написать под любую сделкой, комментарии абсолютно открыты, можете написать, спросить, почему трейдер вошел в эту сделку, что он думает по рынку и так далее. В плане новичков и обучения, это лучший продукт, и он бесплатный просто для всех, кто зареган по нашей ссылке. Теперь давайте рассмотрим пополнение с банковской карты. Для того, чтобы это сделать, нужно перейти в раздел «Купить криптовалюту» и нажать на «Депозит» в фиатной валюте. Фиатными валютами называются доллар, евро, рубль, гривна и все другие валюты, которые не криптовалюты. Здесь есть ограниченное количество фиатных валют, с помощью которых можем пополнить баланс. Естественно, мы можем пополнить напрямую с банковской карты в евро, в долларах и во всех суперпопулярных валютах, но если, например, мы выбираем российский рубль, пока что этот перевод ограничен, вы в рублях не можете пополнить, но можете пополнить с помощью другого способа в рублях вашей карточки. Сейчас это тоже рассмотрим. Например, пополнение в евро доступно через СЕПА перевод, через простой банковский платеж. Тоже очень маленькая комиссия. Есть через zen.com, но банковский платеж – это самая минимальная комиссия. Здесь всего 0,08 центов комиссия, плюс 30 центов. Здесь можем нажать «Продолжить» и просто по данным своей карточки пополнить здесь баланс. Это самый простой перевод. Если у вас есть карта в таких валютах, то можете смело пополнять. Далее переходим к тому, чем пользуюсь я, потому что есть P2P-торговля, в которой вообще нулевая комиссия. Здесь у нас такое предупреждение выскакивает. Нажимаем «Подтвердить». Как раз таки здесь P2P-торговли мы сможем использовать рубли для пополнения. Помимо рублей мы можем использовать огромное количество валют и огромное количество способов, потому что помимо банковских карт здесь мы можем использовать и просто кошельки виртуальные по типу Payer, Vice и прочее. Вот здесь выбираем, что мы хотим сделать. Купить или продать. Если мы хотим пополнить баланс, то нас интересует вот эта вкладка «Покупка». Она у нас уже выбрана. Далее выбираем USDT, потому что будем пополнять баланс именно в USDT. Это самая выгодная криптовалюта для пополнения баланса. Если вы хотите биткоин, то лучше потом уже купить биткоин за USDT, потому что курс будет выгоднее именно в пополнении USDT. Здесь выбираем фиатную валюту, ту валюту, в которой мы будем пополнять баланс. Давайте выберем для примера рубли. С позап оплаты здесь есть тот же самый Тинькофф. Он называется Local Card Yellow. Здесь написано предупреждение о том, что для того, чтобы соответствовать европейским нормам, они заменили название Тинькофф или Т-банк, как он сейчас называется, на Local Card Yellow. То же самое со Сбербанком, просто заменено на Local Bank S Green. Выбрав Yellow, мы выбираем фактически пополнение с банковской карточкой Тинькофф. И вот здесь справа рекомендую нажать на фильтр и поставить проверенные мерчанты, для того, чтобы здесь были только верифицированные биржи люди. И вот здесь вверху мы можем указать сумму. Вот здесь в каждой строчке вы видите отдельного человека, который продает вам криптовалюту. Вы ему будете переводить деньги на обычную банковскую карту, он вам будет переводить криптовалюту. Только здесь все это автоматизировано, Bybit контролирует все сделки. Вот здесь всегда есть кнопочки. Если у вас что-то случилось, что-то непонятно, Bybit вмешается прямо в ваш чат с продавцом. Здесь, в принципе, никто никого не кинет. Поэтому просто действуйте по инструкции. Все, не списывайтесь с продавцом где-то в Телеграме. Не пишите этим людям отдельно, что я хочу пополнить баланс, потому что кто-то пишет здесь свои Телеграм-аккаунты. Все общение проводите на Bybit. Всех вот этих продавцов ищите тоже здесь на Bybit через этот список. Нажимаете купить USDT и тогда точно у вас все будет хорошо, потому что у продавцов есть галочки, у них есть отдельный депозит, отдельные деньги, которые лежат на Bybit. И они гарантируют, что если что-то случится, то Bybit возьмет и компенсирует вам то, что он вас, например, банул с этих денег. То есть вот с этим продавцами все отлично и рекомендую использовать тех продавцов, у которых есть такие галочки. Здесь мы видим ник человека, сколько у него исполненных уже было сделок, сколько процент успешных сделок. Это не значит, что все остальные были неуспешны и он не перевел деньги. Просто есть определенное время, которое вот здесь указано, 15 минут. И он, например, не успел в эти 15 минут уложиться, и сделка была сорвана. Из-за этого 98%. Но не волнуйтесь, сделка не может сорваться, если кто-то перевел кому-то деньги, и на половине сделка сорваться не может. Просто он долго не принимал сделку, и поэтому 2% за последние 30 дней у него было неуспешных сделок. Просто чтобы не тратить свое время, я бы не обращал внимания на тех, у кого 79% успешных сделок. Вас не кинут, но опять же вы потратите время, потому что продавец, скорее всего, долго отвечает, например. Я бы выбирал тех, у кого 98-99%. Ну там, 97% тоже нормально. Далее написана цена за 1 USDT, то есть за 1 доллар, сколько вы платите рублей, или там ваша валюта, которую вы выбрали. Написано, сколько осталось у продавца долларов, вот у этих осталось по 500 долларов, у этого продавца 6000 долларов. Это нужно для больших сумм, когда вы заводите там сразу, например, 10 000 долларов, вы видите, что вот этот продавец вам может продать только сейчас на 500 долларов. Вам, скорее всего, нужно будет с вот этим продавцом работать, с вот этим, вот этим, и там собирать из нескольких по несколько тысяч долларов, заводить. Мы про большие суммы тоже поговорим. Если вы хотите заводить сразу десятками миллионов рублей, то такая возможность есть. Есть возможность лучше всего так заводить через наличные. Позже расскажу. Способ оплаты. Тот, который мы выбирали. И, соответственно, мы можем купить USDT. Есть кнопочка, нажимаем на нее. Вот здесь есть отдельные примечания. Обязательно читайте их. Это то описание, которое пишет продавец. Например, кто-то пишет, что он работает с третьими лицами. Кто-то пишет, что не работает с третьими лицами. Если человек работает с третьими лицами, для вас это хорошо. Вы можете пополнить баланс не со своей банковской картой, а с картой, не знаю, своего друга, брата или кого-то еще. Так что здесь мы еще раз вписываем сумму, на которую мы хотим пополнить. Например, это будет 50 тысяч рублей. И мы видим, сколько мы получим за это USDT. То есть это криптодоллар. Далее мы нажимаем покупка. У нас открывается вот такая сделка. Вообще данные продавца должны быть написаны вот здесь. Но обычно сейчас здесь данные не пишут. И все пишут свои данные в чате. Вот, как мы видим, здесь продавец написал данные карты, написал номер карты прямо в чате. И написал имя. И написал чек. Потому что нам нужно будет прислать ему чек. У нас есть на это 13 минут и 56 секунд. За это время нам нужно перевести ему деньги по тому номеру банковской карты, которую он написал. Фактически для банковской системы такой перевод это самое здоровое, что только может быть. Один человек перевел другому человеку деньги в местной валюте. Поэтому вопросов никаких возникнуть не должно, если только вы не начинаете супер большие суммы гонять. Обычно у всех этих продавцов много банковских карт. Поэтому вы не просто на одну карту кидаете, где там банк уже знает, что это криптопродавец, да, криптовалюты. Вы кидаете на его разные карты, на карты разных людей. Тем самым для банка это обычный перевод, не знаю, как будто вы просто другу перевели денег. Или вы вернули долг, например. Поэтому здесь максимальная такая операция во всех странах. Это не только в рублях. Если мы говорим там про другие страны, не будем их называть. Но тоже все отлично работает именно по P2P, потому что для банковской системы это перевод вообще внутри банка. Здесь вот мы указали Тинькофф. То есть, скорее всего, будет перевод с Тинькоффа на Тинькофф. Внутри банка происходит перевод с одного счета на другой. Внутри страны, в местной валюте, как бы все окей. После того, как мы перевели ему деньги, нажимаем вот здесь «Платеж выполнен». И далее ждем, пока продавец подтвердит, что он получил деньги. Если он не подтвердит, то не волнуйтесь, вы всегда можете обратиться в службу поддержки. Вот здесь есть кнопка «Жалобы на мошенничество». И тут же подключится в чат служба поддержки. Bybit здесь контролирует все сделки в этом плане, все будет хорошо. У вас есть чек, то, что вы перевели, все отлично. В некоторых случаях, как в нашем, продавец попросил, чтобы мы прислали ему чек. Это значит, что вы должны нажать кнопочку «Подтвердить перевод», что вы перевели деньги. И после этого еще скинуть ему чек в чат. Но это, опять же, желание продавца, ничего обязательного в этом нет. Просто сделайте для того, чтобы быстро закрыли ваш ордер. Вы получаете сразу же криптовалюту себе на баланс. Поступает криптовалюта вам на кошелек для финансирования. С кошелька для финансирования, вот здесь прямо у вас будет USDT. Те, которые вы заведете, вы не можете торговать, но вы можете перевести их на единоторговый аккаунт. И только на этом кошельке вы уже можете торговать. Переводы между вашими внутренними аккаунтами для финансирования или единоторговыми, бескомиссионные. Вот здесь нажимаете кнопочку «Перевести» и переводите, например, с вашего кошелька для финансирования на единоторговый, там, 1000 долларов. Это нужно для того, чтобы сохранить ваши деньги, чтобы те деньги, которые вы пополнили на бирже, вы никак их не могли использовать в торговле, пока сами вручную не переведете их на специальный единоторговый аккаунт. Далее рассмотрим пополнение криптовалюты, если она у вас уже есть на вашем, например, криптокошельке. У нас есть отдельное видео про криптокошелек TrustWallet. Можете посмотреть, как его установить и настроить. И мы сейчас рассмотрим перевод именно с TrustWallet на биржу Bybit. С любых других кошельков работает все аналогичным образом, либо если вы переводите с криптобирж. Здесь, в кошельке для финансирования, мы нажимаем кнопку «Внести», вот она вверху, желтым цветом, и нажимаем «Внести криптовалюту». В качестве криптовалюты выбираем то, что мы будем переводить. Я выберу также USDT, потому что я буду переводить с TrustWallet тоже USDT. Теперь в самом TrustWallet нажимаем на криптовалюту, которую мы будем переводить. И мы должны обратить внимание, в какой сети она находится. Если, например, это USDT, как у меня, она находится в сети Tron, вы видите, что сейчас здесь написано Tron. Я нажимаю сюда и еще раз вверху убеждаюсь, что у меня написано TRC20 Tron. Теперь на криптобирже в разделе «Выберите сеть» я выбираю ту самую сеть, которая написана у меня на той криптовалюте, которую я буду переводить. В данном случае по TRC20 Tron я буду переводить, поэтому здесь я выбираю TRC20, не какую-либо другую. Если вы переведете по другой сети, то вполне вероятно, что вы потеряете свою криптовалюту. Поэтому выбирайте здесь сеть, которая написана у вас в вашем криптокошельке. Нажимаем «Понятно». И далее мы можем просто скопировать наш адрес, и по этому адресу нам нужно перевести. В кошельке Trust Wallet нажимаем «Отправить». Вставляем здесь адрес нашего кошелька, либо мы видим здесь QR-код. Мы просто нажимаем QR-код и отсканировали. QR-код у нас, адрес этот же вставится автоматически. И вводим сумму для пополнения, к примеру, 1000 долларов. Далее еще раз смотрим 1000 долларов. Смотрим, сколько будет комиссия сети. В данном случае комиссия сети будет аж 4,5 доллара. Конечно, много, но все зависит от того, в какой сети вы пополняете. Если у вас были деньги в сети, например, BIP20, и вы по ней переводите, то у вас будет комиссия гораздо ниже. Но здесь у нас вот такая. Нажимаем «Подтвердить». Отлично, процесс пошел. Мы видим в Trust Wallet в истории транзакции появилась транзакция на отправку 1000 долларов. На бирже мы видим, что на поступление депозита нужно дождаться 20 подтверждений в сети. Просто можем перейти вот здесь в раздел «Обзор». И справа мы будем видеть все наши переводы. Вот здесь должен появиться наш перевод. Если что, можем нажать вот сюда на кнопочку «Все». И вот здесь мы видим наш перевод на 1000 долларов и видим, что он находится в ожидании. Получено 15 подтверждений из 20. Это значит, что нам нужно просто подождать. В сети происходит подтверждение нашей транзакции. Все, мы видим, что пополнение у нас завершено. И вот здесь справа в истории недавних депозитов и выводов мы видим наше пополнение на 1000 долларов. Точно таким же образом происходит пополнение с других криптобирж. Мы нажимаем кнопку «Внести». Мы нажимаем «Внесите криптовалюту». Здесь переходим на криптобиржу другую, с которой будем переводить деньги. Выбираем, к примеру, я на примере Binance покажу. Здесь в разделе «Спотовый кошелек» я нажимаю «Вывод» кнопку. И вот здесь в разделе «Поиск монет» выбираю USDT, потому что я буду USDT переводить. И ввожу адрес, на который буду переводить и сеть. Сеть сразу же можем выбрать самую, например, дешевую. Можем выбрать BNB, Smart Chain, конечно. Но пускай это будет сеть Арбитром. Выберем ее. Когда мы переводим с криптобиржи на криптобиржу, по большому счету нам все равно, в какой сети мы переводим. Потому что нам важны просто самые низкие комиссии на перевод, если и там, и там есть сеть, например, Арбитром. Вот, Арбитром 1. В этой сети, например, есть лимит депозитов в 100 тысяч долларов в день. Копируем адрес, который мы получили на Bybit. Еще раз убеждаемся, что криптовалюта и сеть совпадают. Здесь USDT в сети Арбитром. И здесь USDT в сети Арбитром. И тоже еще раз подтверждение Арбитром 1. И вводим сюда тот адрес, который мы скопировали. Вводим сумму, например, 500 долларов. Нажимаем «Вывод» на Binance. «Продолжить». Отлично, наша транзакция отправлена. Вот здесь на Binance мы уже можем внизу отслеживать то, что транзакция уже находится в обработке. На Bybit мы тоже видим эту же транзакцию. Вот наши 500 долларов, которые идут. И вот тоже количество подтверждений. Здесь такой восклицательный знак, потому что, опять же, лимит депозитов в день в этом блокчейне равняется 100 тысяч долларов. Если вы переведете больше, то они будут постепенно зачисляться по мере обновления дневных лимитов. То есть на следующий день, скорее всего, вам зачислятся все, что выше вы переведете. Опять же, зато за перевод в этой сети мы заплатили 1 цент всего комиссии. То есть вот мы отправили 500 долларов, а придет нам 499,9 долларов. Все, завершено. Нам нужно дождаться еще немного подтверждений. Все, видим, что депозит у нас внесен. Вот здесь в истории транзакции тоже у нас он есть. Следующий способ пополнения – это пополнение напрямую с биржи Bybit. То есть если у вашего друга есть деньги на бирже Bybit, или, не знаю, вы совершили какую-то сделку и хотите принять платеж, вы можете напрямую дать свой юзер-айди на бирже Bybit. Вот здесь написан ваш юзер-айди, который вы можете нажать «Скопировать». И по этому юзер-айди пользователь вам сможет перевести деньги. Он нажмет вот здесь кнопочку «Вывести», выберет здесь внутренний перевод и перевод по юзер-айди. Введет здесь цифры вашего юзер-айди и сумму и переведет эти деньги напрямую вам на баланс. Они переводятся вообще без комиссии. Конечно, если у вас больше 10 миллионов рублей, лучше всего пополнять сначала на свой криптокошелек, потом уже заводить на биржу либо по частям. В общем, будьте готовы, что если вы много денег сразу заведете на биржу, то у вас могут спросить об источнике происхождения средств. На мелких суммах до 5 миллионов, до 7 миллионов рублей обычно такого не происходит. Начиная от 10 миллионов рублей, от 100 тысяч долларов, у вас могут возникнуть такие вопросы. Могут, это не значит, что они будут обязательны, потому что у меня есть знакомые, у которых больше полумиллиона долларов, и у них ни разу не запрашивали источники происхождения средств. Ну, я думаю, все равно вы понимаете, что у брокеров, если вы, например, пользуетесь Interactive Brokers и другими брокерами, то они запрашивают источник происхождения средств уже от 15 тысяч долларов. Здесь лимиты гораздо выше, но и не настолько сильно прямо интересно криптобиржа, откуда у вас деньги. Потому что самое главное, чтобы у вас не была какая-то черная или серая криптовалюта, для этого не пользуйтесь обменниками непроверенными. То есть пользуйтесь обменниками, о которых есть отзывы, через которые уже там работали другие люди, в общем, и вы можете опереться на их опыт, что у них все нормально. То есть в основном именно криптобиржа интересуется именно черной криптой, не большими суммами, а если завели какую-то нечистую крипту, которая была ранее где-то замешана. Поэтому лучше через нормальные обменники все это делать. Но если вы делаете все на бирже, через P2P-торговлю, то у вас здесь никогда не будет никаких вопросов, потому что вы выполняли через официальную внутреннюю P2P-торговлю, какую бы сумму ни завели. Я надеюсь, информация из этого видео была для вас полезна. Используйте с умом. Удачи. Пока.